Кирилл, сейчас, наверное, главный вопрос, который задает себе российский избиратель – идти или не идти на выборы. Как вы думаете, завтра будет больше тех, кто пойдет, или тех, кто не пойдет? Ну, вы знаете, в большом российском обществе за пределами Фейсбука, за пределами интеллигенции, интерес к выборам, конечно, не очень высокий. Другое дело, что, может быть, мы, поскольку у нас затруднен в определенном смысле слово «доступ к независимой социологии», может быть, мы далеко не все факты о настроениях людей сейчас знаем. И летом социологи, в том числе из Левада-центра независимого, показывали, что интерес, чем ближе был к выборам, тем интерес к ним до какого-то момента падал. Но я все-таки надеюсь, что здесь возможен какой-то сюрприз, хотя бы небольшой, который позволит людям, которые понимают, что ситуация в стране экономическая, в первую очередь, ухудшается, все-таки как-то заботиться о том, при каком парламенте они намерены жить в течение ближайших пяти лет и все-таки на выборы прийти. Но насколько масштабным будет эта мобилизация населения, а власти точно не хотели этой мобилизации, это вот мы узнаем только завтра. Вы в своей колонке в «Новой газете» называете эти выборы последними и последним днем, когда у россиян еще есть формальные политические права. Почему? Ну, с одной стороны, конечно, это некий риторический прием, но с другой стороны, мне кажется, это не только такая чистая риторика, это не только какая-то политическая такая агитация, мотивирующая людей прийти на выборы. Действительно, если большая страна выбирает себе парламент на пять лет, и эти выборы мало кому интересны, а с другой стороны, мы знаем, как нам постоянно напоминают, что российский народ в значительной части объединился вокруг фигуры национального лидера, вокруг президента, и это все продолжается уже в течение двух лет. Например, такое небывалое единение, в отношении которого можно, конечно, некоторый скепсис уже начать испытывать, но тем не менее. То резонный вопрос следующий, а зачем, собственно, вообще мы проводим выборы в нынешнем виде? Я имею в виду резонный вопрос, который мог бы встать перед частью российской элиты. Может быть, нам пора признать, что выборы – это чуждое нам западное заимствование, каким-то образом удешевить их, проводить их еще реже, например, если не отказаться от них вовсе, ну и так далее. И второй смысл этого тезиса заключался в том, что в этих парламентских выборах участвуют две партии, которые, к которым могут быть очень много претензий, но про которые нам более-менее достоверно известно, что они не контролируются, не управляются из Кремля. И... А так, что у нас есть? Да-да, да-да. Эти две партии – Парнас и Яблоко – не управляются Кремлем, и в их программах есть вещи, которые как раз противоречат тому общественному согласию, которое вокруг, ну, по этому посткрымскому согласию, которое в России последние два года существует. И Парнас и Яблоко не выдвигают, в частности, своих кандидатов в Крыму, ну и так далее. И у них соответствующие претензии внешнеполитические есть к российскому руководству. Это только один из пунктов расхождения. Никто не гарантирует, что если россияне завтра не придут на выборы, не обеспечат этим партиям, ну, по меньшей мере, по 3%, для того, чтобы они могли дальше в течение следующей декаденции на 5 лет существовать в официальном статусе российском. Это отдельная история, причем здесь 3%, это связано с госфинансированием, и самое главное для партии, самое главное, это связано с доступом на региональные выборы по льготной облегченной системе, по квотам. Вот если этого не случится, никто не гарантирует, что оппозиционные силы будут допущены на какие-то следующие выборы, и что выборы, даже если они будут проводиться, не превратятся в совсем уж пустую формальность, где просто там 5 партий спорят, кто из них лучше, больше любит президента. На постсоветском пространстве довольно много примеров, как это происходит, как выборы либо, ну, де-факто демонтируются, либо превращаются совсем в полную формальность, и очевидно, что на постсостоянии на 18 сентября 2016 года в России мы до этой точки еще не дошли. Но можно дойти, если люди не поверят, что здесь есть какой-то повод для борьбы. То есть, если будет высокое протестное голосование, но относительно высокое, то оно даст возможность вот эту точку невозврата все-таки отодвинуть? Отсрочить, как минимум. Да, мне кажется, что именно об этом сейчас идет речь. То есть мы, конечно, ну, глядя правде в глаза, мы не видим для себя перспективу победы там над правящей партией, которая за счеты кругов в любом случае наберет, видимо, квалификационное большинство, две трети парламента, насколько сейчас можно судить, даже если рейтинг ее федеральный упадет. Но задача максимум для нас это оппозиционная фракция, которая говорит о своем несогласии с российской политикой, нынешней российской политикой, о том, что у России другие национальные интересы, чем ссориться со всем миром или ссориться с Украиной. И эта задача, ну, на сегодняшний день не выглядит, решение этой задачи о создании оппозиционной фракции, не выглядит, ну, чисто фантастикой, но и в любом случае нам нужно готовиться к тому, что будет после этих выборов и в течение следующих пяти лет, а депутаты нынешней Российской Думы, они будут находиться на своих постах, если ничего не случится, до 2021 года. Это достаточно нескоро, и между этим, между нынешней датой и 2021 годом лежат еще довольно трудные для российских властей президентские выборы, которые будут проходить в условиях еще более ожесточенного экономического кризиса и, очевидно, кризиса доверия к властям, которые этот кризис провоцировали. Я вас благодарю за этот комментарий. На связи с нами был политический обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов.